Практически никому из автомобилистов не удается обойтись без тех или иных повреждений внешнего вида машины за время ее эксплуатации. Автомобили попадают в аварии, подвергаются воздействию природных катаклизмов, получают различные бытовые повреждения. Особенно в условиях крупных городов с высокой интенсивностью автомобильного движения. Достаточно часто краска на автомобиле просто царапается. Кто-то относится к этому спокойно, а некоторые водители воспринимают повреждения не иначе, как личную трагедию, и стараются любой ценой восстановить внешний вид лакокрасочного покрытия кузова. Энтен Пепеп. Алгоритм удаления царапин на машине. Существует два принципиального пути восстановления поцарапанного лакокрасочного покрытия автомобиля. Обращение к профессионалам, которые занимаются. Ремонтной окраской машин и оказывают сопутствующие услуги. Самостоятельное удаление царапин в гаражных условиях. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При ремонте у профессионалов вы получите высокое качество работ, но за него придется заплатить внушительную сумму, нередко искусственно завышенную. Кроме того, далеко не все из мастеров занимаются локальным ремонтом, а чаще всего пытаются убедить клиента на перекраску всей кузовной детали, мотивируя это различными причинами. Самостоятельный ремонт обойдется вам значительно дешевле, но при этом конечный результат будет несколько хуже. Озвучено Яндекс Спичкит. Насколько хуже зависит прежде всего от вашего старания и наличия минимальных знаний в данной области, о которых пойдет речь далее. Перед началом восстановительных работ обратите внимание на следующее. Перед тем, как начать что-то делать с царапинами, их необходимо визуально оценить. Проводить оценку необходимо на хорошо вымытой машине, ну или хотя бы на отмытой от пыли и грязи поврежденной кузовной детали. Озвучено Яндекс Спичкит. Часто за царапины катастрофического характера принимают оставшуюся на вашей машине краску чужого автомобиля. Попробуйте отереть краску уайт спиртом. Скорее всего, после этого повреждения будут уже не так ужасны. Подавляющее большинство современных автомобилей окрашено по двухкомпонентной технологии, при которой на слой базового цвета наносят сверху бесцветный прозрачный лак. В интернете до сих пор распространено убеждение, что лаком покрывают только краски с эффектом металлик. Это давно уже не так. Абразивная полировка царапин, если царапины неглубокие и пострадал только верхний слой лака, то удалить их можно легкой абразивной полировкой. Поверить, насколько полировка будет успешной для удаления царапин, очень просто. Вместе царапин без сильного нажима проведите ногтем в перпендикулярном повреждениям направлению. Если ноготь не цепляется за ярко выраженные бороздки царапин, то все это заполируется практически бесследно. В качестве другого способа проверки можно использовать обильное смачивание царапин водой. Если после смачивания они перестают быть заметными, то это хороший знак, указывающий на получение отличного результата от полировки. Профессионалы используют для полировки специальный электроинструмент. Покупать его для удаления нескольких царапин экономически невыгодно. К счастью, можно обойтись и без него. В магазинах, торгующих автокосметикой, спросите мелкоабразивный пастообразную полироль для удаления царапин. Вам могут предложить полироль с пигментом под цвет кузова вашего автомобиля. Пигмент поможет заполнить и скрыть более глубокие царапины. Это полезно, но крайней необходимости в выборе полироля по цвету нет. Рано или поздно пигмент вымоется из царапин. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Перед тем, как отполировать приобретенным средством поврежденное место, еще раз убедитесь, что обрабатываемая поверхность и прилегающие к ней участки очищены от пыли, песка и грязи. Приступайте к полировке только в чистом гараже или на улице в безветренную погоду. Нанесите на мягкую ткань небольшое количество полироли и круговыми движениями с легким нажимом начните обрабатывать поврежденный участок. Не трите один участок слишком долго, чтобы не стереть весь слой лака. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Здесь важно соблюсти разумный баланс между маскировкой царапин и толщиной оставшегося слоя лака. После завершения абразивной полировки нанесите на данное место восковой защитный полироль. В случаях, когда вам повезло меньше и краски остались достаточно глубокие царапины, уже не обойтись без ремонтного подкрашивания. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Можно, конечно, воспользоваться различными восковыми карандашами для удаления царапин, но эффект от их применения недолговечен, и вам через какое-то время придется выполнять эту операцию. Снова и снова. Поэтому лучше приобрести базовую краску с лаком и сделать все один раз и надолго. Сейчас большинство импортных автомобилей автопроизводители снабжают ремонтными наборами, состоящими из двух флаконов небольшого объема, в одном из которых находится сама краска, а в другом – бесцветный лак. Ваша задача состоит в том, чтобы по коду или цвету окраски подобрать соответствующие краски вашего автомобиля ремонтный набор. После приобретения краски можете приступать к закрашиванию глубоких царапин. Для этого опять же промойте место ремонта, а сами операции проводите в чистом непыльном месте. Обезжирьте спиртом царапины, в которые будет наноситься краска. Если царапины слишком глубокие, то их предварительно желательно заполнить грунтом, который не будет усаживаться во время высыхания. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. В противном случае вам будет необходимо нанести несколько слоев краски и лака, чтобы после высыхания в месте царапины не получилось глубокой впадины. Тонкой кисточкой с мягким беличьим ворсом аккуратно закрасьте царапину и дайте краске время на высыхание, которое указано на флаконе. Старайтесь навыходить за границы царапины. Текст озвучен в Яндекс Клауд. После высыхания краски аналогичным образом нанесите на царапину слой лака, только наносить лак необходимо с небольшим перекрытием на основной слой лакокрасочного покрытия автомобиля. Дайте лаку высохнуть и пользуйтесь автомобилем по назначению. Не менее чем через месяц, когда произойдет полное отверждение лака, аккуратно заполируйте его слабоабразивной полиролью. На этом процесс удаления царапин на машине можно считать завершенным. В ближайшем будущем учетные обещают создание регенерирующих красок для автомобилей, которые будут самостоятельно восстанавливать царапины на кузове автомобиля. Но пока мы не дожили до этого замечательного времени, не остается ничего другого, как полировать и подкрашивать дефекты лакокрасочного покрытия самостоятельно традиционными способами. Озвучено Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.